Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа «Абонент доступен» В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев С нами на прямой связи по скайпу Театральный режиссер Кама Гинкос Кама Миронович, здравствуйте День добрый Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 672-13-93-9 Звоните, те, кто звонит к нам Из-за рубежа код плюс 371 И номер 20-2-3-0-6-1-9-1 И хотели бы мы начать сегодня С разговора о Вее Артмана Это балтийская актерская школа И режиссерская школа 90 лет исполнилась бы Вее Артмана Знакомы были с ней, кстати? Лично нет, абсолютно не был знаком Она все-таки Для меня она киноартистка В театре я ее не видел Как оценивать ее вклад вообще В российское, советское Постсоветское кино Ну, в те времена Очень важно было Как-то В те редкие случаи Когда надо было показывать иностранию Найти какое-то иностранное лицо Без монгольской примеси Вот литовцы Мои однокурсники Будрайтис Одумайтис И другие А также Ве Артманы Представляли вот это вот Европейское Несоветское Нерусское лицо Своей статью Своим спокойствием Такой уравновешенностью И так далее Камер Иронич Вы вспоминая о своем Литовском детстве Говорили о том Что всегда Примеривались Искали проходные дворы На случай Если начнется война Вот почему такие мысли Были у вас тогда? Ну, потому что Первые 25 лет Война не уходила Из меня И хотя я ее не помнил Но Родители рассказывали Если не каждый день То каждый пятый Каждый Десятый день Какие-нибудь случаи Из Жизни во время оккупации И я Естественно Представлял себе Как это происходило Как прятались Как убегали Как ловили Как Расстреливали И так далее И будучи естественно Мальчиком Ну Мы же играли в войнушку И Гонялись за немцами Немцы убивали Нас во дворах Вот И А для временного Представляли себе А если завтра война А Вот это слово Если завтра война Вполне Звучало довольно долго А то как-то Сразу так Себе представлял Вот Проходные дворы Вот так я Убегу То есть Почему-то не думая Ни о маме Ни о папе Ни о Брате И сестре Вот так вот Себе представлял Как я Вот игра была такая Воображение Война сломала Целые поколения На ваш взгляд Как этот опыт Трагический опыт Отразился на искусстве И отразился ли Вторая мировая война Несомненно Несомненно Я думаю Что все Подлинное Искусство Театральное Киношное Изобразительное Всяческое Просто несет По сей день Следы Этого Ужасающего Впечатления При этом Это не обязательно Должно быть выражено Буквально В показе войны В показе Расстрелов В показе Концлагерей И так далее И так далее Это в общем Очень для нашего поколения Это огромная зарубка Причем такая Которая Иногда Кроводочит И по сей день Несмотря на то Что мне 78 лет И так как Я думаю И мое поколение Которое В общем По прежнему Ну Во всяком случае Еще до недавнего времени Было у руля Искусство Любого Киношного Театрального Изобразительного Музыкального И так далее Так или иначе Это Передавало Вы ведь до двух лет Пробыли в гетто Вас спасли Это было таким чудом Вы конечно Этого не помните Но Вы несете это чудо Через свою жизнь? В том числе Я не знаю Как нести чудо Я только понимаю Что это чудо Потому что 35 тысяч Евреев В том числе И моя бабушка И мой дядя Лежат Под Каунусом В девятом форте В ямах Вот Другой дедушка Был убит В поневежище И И Огромное количество Детей Погибло Было расстреляно Ну а так получилось Действительно Произошло такое чудо Что Меня спасли И в результате Я вот перед вами Сочиняю спектакли Бываю в Риге Делал дипломный спектакль Когда-то в Риге Вот И являюсь Очень большим Патриотом Балтийских республик Особенно Конечно Извините Литвы Вот так Ну вот как раз О спектаклях Вы как-то однажды Сказали Вот я процитирую вас Гениальные спектакли Иногда возникают На репетициях То есть ты видишь Вот он И наконец Держишь его Но завтра Его уже нет То есть это Такое мгновение Такое Мгновенное Осознание Гениальности Творения Но оно скоро Мимоходящее Так это происходит Бывает Дело в том Что наше Наше искусство Оно Вот здесь и сейчас В эту секунду Возникающее И исчезающее И вот Одновременно Надо Чтобы наше искусство Сегодня возникающее И исчезающее Чтобы оно могло идти Год Два Три Четыре У нас есть спектакль У меня в частности Который тут 20 лет И Как сделать Чтобы они были Живыми Вот этот Гениальный спектакль О котором я говорю Это вдруг На репетиции Ты ловишь тот момент Как это могло бы быть В силу Обстоятельств В силу Инфлюенции Которые возникают От ревиссера К артисту В силу Восприимчивости Артиста Конкретного Атмосферы Которая случилась По какой-то причине На репетиции Вдруг возникает Это чудо Ты видишь Ох какой Вот это Вот я бы хотел Чтобы мой спектакль Был таким Но он умирает Буквально Пытаешься повторить Этого не получается Остается Только Я бы сказал Некая форма Некая схема С замечательными Артистами Она оживляется Конечно На спектаклях И даже живет И даже живет 20 лет Как я говорил У некоторых Артистов Но И у некоторых Спектаклей Которые сумели Вложить Довольно много Которые сумели Благодаря школе Найти тот хребет На котором держалось бы Мясо И дух Этого спектакля Он говорит Такую фразу О том Что посредственность Будет считаться Гением И цивилизация Погибнет И несмотря на то Что кто-то из критиков Сказал Что черный монах Это Этюд психического Недуга Ну вот так Описал его Эти слова О гениальности И посредственности На ваш взгляд Это применимо К нам сегодня? Ну это как-то Вы в одном вопросе Как-то вы В кучу свалили Очень много Первое Так сказать Это не критик Сказал А критики Читая Чехова И он сам На самом деле Когда он Он был такой человек Скромный Но очень боялся Позы И он говорил Ну написал Медицинский рассказ Написал Медицинский рассказ На самом деле Он рассказал О том Может ли человек Пройти За пределы Своих возможностей И должен ли он Превышать Свои Природные Данные Богом Или природы Или Физиологии Или менталитетом Или умом Или воспитанием Или социальными обстоятельствами И так далее И так далее Может ли он Должен ли он Их Переступать Речь идет О переступлении То есть Переступление Это преступление Это ты Делаешь То Что Что касается Черного монаха Человеку Не дано Богом Не дано Зайти За пределы Той реальности В которой человек Находится Если человек Переходит Эту реальности Переступает То он бывает Наказан И Я люблю цитировать Летхий завет Товарищ Адам И его Барышня Ева Они переступили Закон И познали себя И стали человеками И мы В результате Такие какие есть Правда Мы наказаны Мы рождаем В муках И рождаемся В муках Вот О чем На самом деле Спектакль И рассказ Чехова О том Имеет ли право Человек Переступать Через свои возможности И Как ни трагично Это Даже Обязан Ну вот о возможностях Еще вы сказали Говорили о Призвании И необходимости Его найти И Одна из ваших Любимых пьес Это Чайка Антона Павловича Чехова И вот как раз Вы приводите Пример Нину Заречную Что вот она решила Что она артистка Хотя возможно Как вы сказали Да Может быть она была бы И бездарная артистка Она была бы Может быть прекрасной Матерью и женой И это было ее призвание Как раз Ну вот Чехов не отвечает На этот вопрос Да В чем призвание Нет Нет Чехов Не отвечает И не задается вопрос Он просто затрагивает Проблему Нахождения Призвания Человек призван К жизни Наверное Для чего-то Для чего-то Для чего Человек Который призван К жизни Не знает Он мечется Он ищет Для того Чтобы Вкусно поесть Комфортно полежать Для того Чтобы переплыть Ла-Манш Просто Вручную Для того Чтобы вылететь В космос Для чего Призван Человек Каждый человек Сознательный Сознающий Как говорил Достоевский Пытается Ответить Себе на вопрос Для чего Он призван И мы И каждый из нас Пытается это найти Только бывает Очень много ошибок Очень много ошибок Мы ошибаемся Я Ну Пожалуй Последние Там 10-15 лет Думаю Что пожалуй Все-таки Режиссуры Как минимум Театр Есть мое призвание И Я не ошибся Как думал Мой папа Который считал Что это ошибка Так как я не имел Чуть ли не 10 лет работы И я не стоял В спектакле Но Это оказалось Все-таки призванием Но могут быть Ошибки Был такой момент В моей жизни Когда я понял Да Это ошибка Это ошибка Вот У Аркадьиной Нет ошибки Она Родилась Актрисой А чего Это стоило ей Она Живет Без сына Она Неизвестно Любит ли она Его Значит У нее нету Мужа У нее Меняются Мужины И меняются Театры И театр для нее Как призвание Важнее Что такое Тригорин Тригорин Призван Быть писателем Поэтому Опять же У него нет Семьи Поэтому У него Нет Любви А есть Только Привязанность К тому Облаку Которое Похоже На Рояль К этому Проклятию Вот что Такое Призвание Это Нахождение Призвания Это прекрасное Одновременно Проклятие Ошибка В призвании Это Мука До того Что Можно Застрелиться В общем Промучиться Можно быть Актрисой Ездить Как не На так сказать Маленькие города Играть Уже научиться Как держать руки И это быть Мука Потому что Она Не может Не чувствовать Что Она не артистка Что зритель Ее не Не слышит Не принимает И Она тем не менее Упорство Боясь ошибиться Продолжает Таких людей В театре Очень много И вообще В жизни Очень много Людей Которые По ошибке Поняли Своё призвание И живут Совсем Не тем Считая Что там Скажем Может быть Даже Семья Это как-то Мало Не то Материнство Это как бы Не нужно А есть Женщины Которые Женщины Призваны К материнству И Может быть Это самое Главное Призвание При том Что они могут Торговать На базаре Станет Спектакли И летать В космос Ну а Суть Естества Признания На ваш взгляд Призвание Это спонтанность И отстраненность Человеческая Или же Все-таки Есть какие-то Необходимо Прилагать Какие-то Сверхусилия Для того Для того Чтобы Достичь Совершенства В своем Призвании Конечно Во-первых Требуется Огромное Количество Шагов Ошибок Блужданий Как в темном Неизвестном Лесу Тем ли ты Занимаешься Понимать Что ты Заблудился Найти Опять Эту Дорогу Ужаснуться Что ты Не выйдешь Из этого Темного Леса Потому что Это не твое Призвание Не та Дорога И так далее Это Это бывает Страшно Вы себе Не представляете Как это Бывает страшно Когда ты Ищешь Но когда Тебе кажется Ты находишь Или вернее Ну что ли Жизнь Подсказывает Что пожалуй Это не ошибка Что тебя Признали Что Тобой Интересуется Тем чем Ты занимаешься Что ты Делаешь Хорошие операции Ты резко Убиваешь Людей А чаще Их Спасаешь И что Коллеги Считают Что у тебя Хорошие руки Не скажу золотые Но в общем Это профессиональные Что ты понимаешь Да пожалуй Пожалуй Я хирург Но для этого Надо Долго Долго Я из Семьи врачей Я знаю Долго Долго Учиться И потом Долго Учиться И тренироваться И рисковать И бояться Убить человека Вместо того Чтобы спасти его Так что Это Поймать Это призвание Найти его Удержать его Несмотря на все Препятствия жизни Потому что Жизнь все время Тебя испытывает И говорит Нет Нет Это ошибка Ты Не достойна этого Работать Доказывать Себе Ну и окружающим Что нет Это не ошибка Напомню Напомню Театральный режиссер Кама Гинкас Сегодня с нами На прямой связи У нас Есть Да Только что был звонок Сорвался Напомню Телефон Прямого эфира 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Да Слушаем вас Александр Скажите пожалуйста Вот вы изучаете Чехова Ставите по нему Пьесы Вот Чехов Говорил Что Интеллигенции Доверять нельзя Можно Верить Только Отдельным Личностям Вот это Первый вопрос Как вы к этому Относите Второй вопрос Ну вот Солженицын Варлам Шаламов Говорил Что он просто Проходимец Как вы к этому Относитесь Спасибо 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 За вопрос Да Очень интересные Вопросы Очень Какие-то Тонкие Вопросы Человек Который Знают Чехова И Знают Шаламова И Солженицына Понимаете Во-первых Менения Даже Гения Могут Быть Оспорены Толстой Считал Шекспира Драмоделом И Халтурщиком И в общем Автором Бульварных Трагедий Но тем не менее Мы их ставим И знаем Что это гениально Чехов На самом деле Скажем Не любил Достоевского Это нормально Что касается До интеллигенции То тут Речь идет Ну может быть Грубое такое Высказывание Я не знаю Если оно буквально Но то что он Относился К интеллигенции То есть к себе В первую очередь Очень Как сказать Неоднозначно И ставил спектакры И писал Пьесы И рассказы Именно собственно Про интеллигенции Причем иногда Интеллигенции В первом поколении Каким был он сам Людей Которые Больше говорят Мало делают Которые Духовно Или так сказать Духовно Подменяет Конкретной Любви Конкретному Человеку И конкретное Дело Которое Интеллигент Должен делать Умозаключения Отвлеченные Философии Он ими Подменяет Конкретные Нередко Дела И поступки Это мы знаем По себе Это Мы знаем Вокруг себя Чехов Пытаясь Не быть таковым Зачем-то Поперся На Сахалин На каторжные Сосновать Каторгу И Сибирь Зачем ему Это было нужно Он боялся Остаться Таким вот Может быть Великим Но писакой А не дельцом А там он Записал все Фамилии Значит Всех каторжных Он сделал Какое-то Конкретное Как ему казалось Дело Потом он Врачевал Ему приходили Крестьяне Он врачевал Он пытался Как бы Так сказать Ну что ли Не отказаться От того Что он интеллигент Но как-то Исправить то Что он Только интеллигент Это первое Что касается Шаламова Который имел Право Как угодно Говорить Про Солженицына Солженицына Есть Есть Шаламов И они Отменяли Друг друга 6212-12-93-9 И 6213-93-9 Телефоны прямого эфира В нашей студии Звоните Пишите Высказывайте Своё мнение Ну вот Возвращаясь К Солженицыну Шаламову И отношению Общества К своей истории Потому что Мы можем Говорить Конечно О том О чём Шаламов Написал В колымских Рассказах И Солженицын В архипелаге Или в круге первом Это отношение К тоталитарному Устрою К гулагу И так далее И тому подобное Я здесь хочу Провести такую аналогию С вашей историей Потому что В балтийских странах Тяжело говорят О Холокосте И в Литве тоже Достаточно тяжело Говорят о Холокосте Как мы знаем На ваш взгляд Насколько тяжело Принимать Чёрные страницы Своей истории Народу Спрашиваете Что Скажем Литовцы Эстонцы Латыши Украинцы Поляки Вы говорите Что они С трудом принимают Вот это Разговор о Холокосте Вы это имеете ввиду Или евреи Именно это Потому что И в Латвии Это тоже Не просто идёт Несмотря на то Что президент Уже стал Это Это естественно Каждая нация Пытается Вычеркнуть Позорные Преступные Страницы Из своей Истории Я сейчас Не буду говорить Нарочно Не буду говорить Про литовцев Которые Расстреливали Которые считали Своим Долгом Уничтожать Этих Вот Жидов По литовски Евреи Это Жидос Не знаю Как по латышски Вот То же самое Делали Я знаю Латыши То же самое Делали Эстонцы Украинцы И поляки Вот Ну так получилось Что эти нации Почему-то Немцы У себя Держали Концлагеря Но Расстреливали В Польше В других местах Но я хотел бы сказать Что и мы И я В частности Еврей С болью Знаю Значит Вынужден Признавать Черные Страницы Моей Национальной Истории Кто Был Чекистами При Сталине И даже Раньше И потом Главным образом Это были Евреи Начальники Кто руководил Концлагерями Некоторыми Евреи Кто Вообще Сделал Большевистскую Революцию В немалой степени Евреи Это была Революция Была конечно Ошибка Но стало Преступлением Значит Так как я Еврей То я имею право Говорить про свою нацию Такие вещи Бог Сказал про нас Жестаковивая Нация То есть Уперлась В какую-то идею И прет Несмотря на то Что Так сказать Уже жизнь показывает Что надо как-то Свернуть с этой дороги Потому что Думаю Что ряд Политических Начал Особенно Деятелей Советской России Это были Убежденные Значит Идеалисты Которые считали Возможным Убивать Противников Сейчас мы Сделаем небольшой Перерыв Буквально Несколько минут Потом вернемся И продолжим Программа Абонент Доступен Оставайтесь с нами Мы продолжаем Программу Абонент Доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев И с нами на прямой связи По скайпу сегодня Театральный режиссер Кама Гинтас Гинкас Кама Миронович Здравствуйте Еще раз Здравствуйте Если можно Я в двух словах В двух словах Продолжу тему Которую мы затронули Она очень острая Я должен сказать Нации Тут не при чем Литовцы убивали И литовцы спасали меня Вы понимаете Еврейцы Были в ЧК И еврейцы были заключенными Это дело не в нациях Дело в конкретных людях И в конкретных Чудовищных идеологиях Которому подвержен человек Поддаться идеологии Вместо того Чтобы иметь свое Конкретное мнение Готов идти за любым вождем За любой Примитивной идеей И так легче жить 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира Я напомню Также можете звонить К нам Уважаемые радиослушатели И подключаться К нашей сегодняшней беседе И задавать вопросы Нашему гостю Что касается русской истории Потому что опять же Возвращаясь второй раз К Солженицу Нурешаламову У меня был диалог На Соловках С одной женщиной Из Санкт-Петербурга Мы говорили о Солженице И она говорила о том Что это агент СРО И все что он написал Не соответствует действительности И вообще он хочет опозорить Россию В русской традиции Все-таки признавать Свои терные страницы Опять же Ведь много написано И о ГУЛАГе И о том Что делал Сталин И его сподвижники Тоже сложная история Естественно Естественно И вот и женщина Которая вам сказала И по телевизору Периодически Вот по российскому Центральному телевидению А постоянно ты Слышишь разговоры Кто Первый в рейтингах Из политических деятелей Как вы думаете Пушкин Как вы думаете Чехов Как вы думаете Толстой Как вы думаете Святые угодники Нет Сталин Вот и все Так что Так сказать Нежелание Признавать Черные страницы Это В нации Существует Каждый в нации Но государство Хочет Оседлать Эти Естественные Нежелания Помнить Черные страницы Как я не хочу Помнить Черные страницы В своей жизни Как и нас Государство Оседлает Или не знаю Как сказать Старается Оседлать И помочь Жить С черными страницами Как будто бы Они белые Мало того Иван Грозный В последнее время Стал Не таким уж Кровописцем Если сравнить Его с Английскими королями Которые убивали Тоже вокруг всех Оказывается Ничуть Не хуже А на самом деле Даже лучше Потому что Он был Очень Религиозный Православный И так далее Все это Естественное Отвратительное Желание Индивидуума Нации И государства Вычеркнуть Ужасное Из своей жизни И скатить Из своей истории А искусство Помогает это Осмыслить Переосмыслить И каким-то образом Преподнести Для того Чтобы через искусство Это принять Без всякого сомнения Дать Зрителю На своей шкуре Пережить То Что Пережил Треплев Которого Не признали Хотя он Несомненно Был гениальный Писатель Только опередивший Время Это был Застрелившийся Блок Да Почувствовать Себя На месте Я не знаю Персонажей Солженицын Синьких Романов Почувствовать Себя На месте Если хотите Белевских Героев Немецких И так далее Да Да Для того Чтобы мы Смотрим Спектакль Читаем Книгу Смотрим Кино Мы Себя Уподобляем Этим Персонажем Проходим Этот Иногда Ужасающий Путь Вместе с ними Чтобы понять Кто мы И что мы На самом деле Не делая Не убивая Старушек Мы проходим Вместе с Раскольниковым Его путь К постижению В конце Далеко в конце Романа Постижение Что Бог Все таки Возможно Есть У нас есть Звонок Сейчас Здравствуйте Слушаем вас Добрый день К сожалению Я понимаю Формат Подозревать Вопрос Задать Да Я знаю Просто маленький Комментарий Спасибо Редакции Что таких Людей Приглашаете Созванивайтесь На связь И интервью Потому что Мы информацию Имеем Сейчас Очень разную А когда Редко встречается Здравомыслящего Человека Его точка Зрения Она Нас Расширяет Углубляет Принятие Мировоззрения Поэтому Я очень благодарен Что у вас Такой собеседник И что вы Предоставляете Такую возможность Очень интересно Слушаю Закреп Спасибо вам Это реплика Реплика Не вопрос Но у нас Есть еще Звонок Сразу примем его Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Владимир Меня зовут Самый тяжелый вопрос Который задавал Ни одному человеку Познеру в частности Ответа не получил пока Вот смотрите Холокот Страшнее его Ничего нет Но ведь особое Отношение к еврейству Веками Происходит И вот Почему К еврейству Такое отношение Которое вылилось В итоге Такое вот Ну самое наверное Ужасное Что было на земле В холокост Вот как вы Объясните Что евреев Вы сказали Дело не в нации Но получается Дело все таки В нации В национальности Или как-то Это можно Спасибо Можно я отвечу Да Спасибо вам За вопрос Пожалуйста Вопрос До такой степени Обширности Что его Веками Веками Его пытались Ответить Он очень Очень широкий Глубокий И противоречивый Но Я понимаю Очень просто То есть Уходя в глубокую Философию Еврей Не такой Как мы Еврей Другой Но почему-то Живет В нашей квартире Живет На нашей земле Он Вместо того Как Всякий Подобающий Подобающий Человек Снимает шапку Когда входит В церковь Он обязательно Напяливает Это что Это издевательство Он Вместо того Чтобы молиться Значит Почему-то Молится в стенку Он Вместо того Чтобы праздновать Воскресение Христова Он празднует Какую-то субботу Он говорит На непонятном языке Живя среди Местных людей Какого черта Пусть говорит На нашем языке Значит Он имеет Что-то против нас Еще Отвратительное Свойство Еврея Мы держимся Друг за друга Иначе не можем Мы можем Друг за друга Держаться В селе В городе Мы можем Друг за друга Держаться Я из Москвы С евреями В Риге С евреями В штатах Если что-то Случается В Австралии С евреями Это со мной Случается Мы держимся Друг за друга Это очень Противно У литовцев Есть Даже такая Поговорка По поводу Евреев Которые Так сказать Живут Как братья А мы Значит Как враги Мол литовцы Плохо передаю Пословицу Но Смысл Такой Вот Поэтому И последнее Очень Легко Винить Кого-то Очень Легко Находить Виноватого Большевизм И социализм Нашлю Виноватых Богатых Это же Несправедливо Правда Что У одних Много У других Мало Каждый Нормальный Человек Не надо Быть философом Не надо Быть Образован Понимает У меня Ничего У него Много Это несправедливо И даже По божественным Несправедливо Отдай мне И все будет В порядке После этого Идет революция Резня Преступления Ужасы Гражданские войны Братья Стреляют Друг друга Предают Родителей И так далее И так далее Значит Потому что Легко Спихнуть Очень Плохая Логика Легкая Логика У Гитлера Как он Просто Соблазнил Гениальный Духовный Если хотите Романтический Немецкий Народ Который Что я буду вам Говорить Что сделали Немцы В культуре Очень просто Сказал Мы живем Плохо Потому что Жиды У нас Отнимают Ой Действительно Действительно И действительно Вот избавимся От жидов И будем Жить хорошо Пу Действительно Рядышком Да Он правда Только всего лишь Портной Да Он правда Немного Зарабатывает Но почему-то Как-то в семье У него как-то Все происходит Почему-то Детей любит Алкашей мало И так далее Это очень противно Хочется убить Я не знаю Объяснил ли вам Психологию Вот этого всего Еще звонок у нас Здравствуйте Как вас зовут? Добрый день Добрый день Как? Я хотел Делайте Познера Сейчас Секундочку По поводу Познера Что Не у того Человека Спрашивали Про еврейство Которое Открещивается Всеми Видами Давайте Вопрос Давайте Это не Реплики В этом формате Не предусмотрим Вопрос Я как понял Ваш собеседник Из Литвы У него погибли Там Его родственники Еще тысячи и тысячи Евреев Которые он Причисляет Тоже к себе К этой нации А как он Относится То что в Литве Героизируют Этих ребят Вот такой вопрос У меня Значит Я Понял Вопрос Предыдущий Имел к этому Некоторые отношения Что с трудом Вы сказали С трудом Воспринимают А еще Героизируют Дело в том Что эта история Чрезвычайно Запутанная Литва Была Суверенной Сталин Вошел В Литву Превратил В Советскую Республику На самом деле Оккупировал Литовцы Естественно Не хотели Они так мало Имели Суверенной Литвы Всего лишь 20 лет Что Некоторые Ушли в леса В ожидании Когда эта власть Кончится Тем более Что Гитлер Шел сюда Их спасать Что такое Гитлер И что такое фашизм Знали не очень хорошо В частности Даже мой папа Который Образованный Врач И так далее Ну как-то Говорил Ну как Немцы Культурный народ Наверное Что такое Беспорядки Какие-то Все такое Это как-то Не очень Афишировалось Вот Они ушли В леса В ожидании Как Гитлер Придет Они выйдут Из лесов И так далее Кто Был враг Советский Солдат Они стреляли Из лесов Дальше Пришли Немцы Немцы Расстреливали Евреев Требовали Уничтожения Я психологию Литовца Которые Участвуют В расстреле Евреев Объяснял Но В лесах Были И не расстрельщики Евреев А партизаны Но только Нередко Это путалось Соединялось И Я не знаю Вот Когда я вижу Доску В Вильнюсе Посвященную Какому-то Литовскому Ныне Герою Я не знаю Как Относиться Он может быть Действительно Был герой Который Пытался Освободить Литву Или Он Был И Жида Убийца А может быть И то и другое Это страшный Трудный Трагический Вопрос У нас еще есть Звонок Здравствуйте Добрый день Добрый Как вас зовут? Сергей Да Сергей Вот вопрос Я очень слушаю Внимательно Очень много Эмоций Вашего гостя И вот Как бы он Объяснил Насколько С исторической точки Зрения Важны Эмоции Либо Сухие цифры Я поясню Немножко Вот Иван Грозный Английский королей Если взять Чисто Сухие цифры Исторически подтвержденные Не так много Он и убил По сравнению С английскими королями И кто здесь Виноват Больше Второе Сложенизм Говорит Половина Населения Сидело Половина Охраняло Но по статистике Сидело в то время Меньше миллиона В то время Как в Америке В это же время Сделало Четыре миллиона Ну так С чем сравнивать Так вот Насколько вопрос Эмоции Либо цифры Спасибо Во-первых Я хотел бы Так сказать Как известно Статистика Это такая Самая ложная Вообще вещь Врут в одну сторону Врут в другую сторону И эмоции Тут Как раз Имеют значение Врут Эмоционально Защищая Свою идеологию Свои представления И так далее И сравнивая Значит Убийцу И детоубийцу Ивана Грозного Сравнивать С англичанами Которые тоже Убивали своих родственников И так далее Не надо Скидывать на них Ты отвечай За себя Пусть у них Происходит Черт знает что Да В Африке Вообще Были Значит Как они Назывались Которые Ели людей И что Мы должны Сравниваться С ними Я думаю Что мы должны Сравниваться С собою Со своей культурой Со своими Выдающимися Людьми Со своими Праведниками А не С преступниками И так далее А что касается До того Сидели За что сидели Я не знаю Миллионов Я вообще В арифметику Не лезу Потому что Не верю в нее В отличие от вас Я еще Объясню почему В Советском Союзе Сидели За Как бы Враги народа В Америке Я не знаю Сколько сидело Это сидели Преступники Было много Мафиозников Было Много Криминальных Преступников Там не сидели За Как враги народа И так далее И так далее Так что давайте Не путать Еще звонок у нас Здравствуйте Как вас зовут? Извините Маленький вопрос Да Александр Вы очень интересно Рассказываете Про евреев Но Как бы Вы не затронули Может все таки Религиозная основа Так сказать Вы сами знаете Какие Так сказать Там есть Основы Вы имеете ввиду В чем причина Антисемитизма Или что вы хотите? Ну да Да Это же религиозная основа Идет все оттуда С египетских Фараонов Так сказать И второй вопрос Вот вы Сказали что Идеология В принципе Не нужна Вот я внимательно Читаю философ В частности Андрея Ильича Фурсова Он говорит Вообще Государство Без идеологии Не может существовать Оно просто погибнет Спасибо Не берусь спорить С философом Насчет идеологии Государства Видимо Если не столько Идеология должна быть Сколько должны быть Законы Правила И цели При этом цели Направленные На Защиту Своих граждан И на блага Получия Своих граждан Вот что есть Мне кажется Главная идеология Которой Должны следовать Государства Что касается До Ночи религиозных Да конечно Конечно Ну раньше Так сказать Конечно же Конечно Разность религии Не говоря уже о том Что Какое-то Противоречие Христианство Родилось Из Иглоизма И Значит Иудеи Не хотели Идти За Христианами Естественно Что это Был Конфликт Перешедший В том числе В самом начале Перешедший В том Что Еврея Равина Христа Предали И распяли И дальше Все идет По этому пути Так что И это тоже Конечно Разные религии А что Мусульмане Сейчас Вы хотите Сделать нас Европейцами Вы хотите Нет Мы не будем Мы мусульмане У нас Свои правила И мы будем Жить так Как мы хотим И при том Что они приезжают В Европу И получают Всякие блага Почему-то Настаивают На своем Ну правда Так сказать Нередко Агрессивно И Так сказать Приходя Ну Бомбометание Взрывы И так далее Что касается До Евреев Это то же самое Было в Испании В Португалии Евреев пытались Крестить Иногда Они крестились Но тихо Праздновали Субботу Ну вот Это 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 Касается Евреев Зря мы уткнулись В евреев Потому что Это конечно Как бы Острая тема И касается Если хотите Меня Но на самом деле В Китае Найдут Своих Так сказать Евреев В Москве Сейчас Так сказать Евреи Не есть враг Кавказец Есть враг А на самом деле Уже азиат Есть враг Потому что Он другой Потому что Он занимает место Потому что Он подметает Мне улицу Морда противная И плохо говорит По-русски И в такси Говорит Не знает дороги А водит машину Вызывает Раздражение Очень понятная Психология Не надо превращать Это Во что-то такое Это естественное Человеческое Понимаете И последнее Что я скажу На эту тему Давайте закончим Надоело Мы Частично Животные Животные Привыкли Отмечать Свои территории Знаете Каким способом И загрызут Кто территорию Эту нарушит Человеки Такие же Мы делаем Границы И только Границы Не только Границы Буквальные Политические Мы делаем Границы В религиях В культурах Границы В языках И даже На улице В дни моего детства Одна улица Дралась с другой Я дрался С зеленогорцами Они жили на горе А мы жили внизу Мы их били Они били нас Причем камнями Вот тебе пожалуйста Какая разница между ними И нами Да никакой Просто они На зеленой горе Жили А мы под Вот и все Камеронич Такие у него возникают В результате Посмотренного спектакля Я не диктую ему мысли Мало того Честно говоря Я не люблю Когда Зритель Выходит И говорит А Да Интересно Это спектакль Про то-то и то-то Это такое ощущение Что ученик Ответил Училке На вопрос Кому жить На Руси Хорошо Это про что Он отвечает Понимаете Он должен выйти Зритель должен выйти Я бы сказал С противоречивыми Чувствами И с противоречивыми Мыслями Чтобы разбираться В самом себе Он должен Выйти Таким То есть я должен Сделать то Чтобы он Вышел И не побежал Сразу Так сказать В ресторан Развлекаться И говорить Да я хорошо Провел время Такие спектакли Тоже нужны Без всякого сомнения А чтобы спектакль Его не отпускал И что на следующий день Он думал Да что такое Почему я все время Вспоминаю этого героя В этом дурацком спектакле Этого дурацкого режиссера Почему Да что такое Я так и не понял А Геда Габблер Это положительный герой Или отрицательный Нет Ну как это Нет Это конечно Жалко Что она покончила с собой Но что Какого все она натворила Нет Что-то я не понимаю Вот он разбирается В ней Разбирается в себе Ну что ж На этом мы сегодня Завершим наш эфир Спасибо нашему гостю Напомним Что сегодня У нас в программе Абонент доступен Да Театральный режиссер Кама Гинкас Был с нами на прямой связи Спасибо вам Кама Миронович Всего доброго Из города Москвы Скажите пожалуйста Из города Москвы Да Так и есть Спасибо вам Всего доброго И до свидания